Добрый день! Сегодня мы с вами будем читать книгу Масара Ибуку «После трёх уже поздно». Кто такой Масара Ибуку? Масара Ибуку – это основатель компании Sony. Компания Sony очень долгое время являлась лидирующей на рынке информационных технологий, электроники. И именно компания Sony вывела Японию на тот момент в список лидирующих стран мира. В том числе Масара Ибуку – основатель школы талантов в Японии и основатель школы раннего развития. Да, именно с Масары Ибуку началось раннее развитие, и такое понятие, как раннее развитие, появилось благодаря Масару Ибуку. И далеко не все знакомы с его книгой, но вот фразу вот эту «После трёх уже поздно» знают очень и очень многие родители. Как эта книга попала ко мне? Я обожаю Глена Домана, его методику, и я читала все его исследования, всё вообще, что с ним связано, и узнала, что он как раз был автором одной из первых аннотаций книги Масара Ибуку. Вот посмотрите, что он написал, здесь на книге сзади указано. Эта книга – одна из самых важных книг, когда-либо написанных. Я думаю, её должны прочитать все живущие на земле родители. И на самом деле книге этой уже очень много лет. Она была написана в 1971 году, представьте себе. Ну, вот я родилась в 1986-м, не думаю, что мои родители вообще хоть что-то слышали об этой книге. Да и большинство родителей потом, кто в 90-е годы, в начале 2000-х, они тоже не имели представления. И вот только сейчас, наконец-то, она становится популярной в нашей стране, чему я несказанно счастлива. Книга очень маленькая, да, вот, ну, карманный, можно сказать, такой образец. И её очень-очень удобно читать. Она просто разделена на такие маленькие, коротенькие главы. Читается просто на одном дыхании. Я разделила эту книгу на такие части, и я вам её зачту тезисно. Я выделила 15 частей, и давайте начнём прям по пунктам зачитывать. И если у кого-то появятся какие-то комментарии, пишите, будем с вами обсуждать. Итак, первое. Изначально такое вот как вступление, да. Исследования физиологии мозга с одной стороны и детской психологии с другой показали, что ключ к развитию умственных способностей ребёнка – это его личный опыт познания в первые три года жизни, то есть в период развития мозговых клеток. Ни один ребёнок не рождается гением и ни один дураком. Всё зависит от стимуляции и степени развития головного мозга в решающие годы жизни. Это годы с рождения до трёхлетнего возраста. В детском саду воспитывать уже поздно. Это вот мысль, основная мысль вот этой книги, вот она заключена в этих предложениях. Изначально, о чём говорит Масара и Буку, что современное воспитание делает ошибку, меняя местами период строгости и период «всё можно». Именно в первые годы жизни ребёнка необходимо быть с ним строгим и ласковым, а когда он начинает развиваться сам, нужно постепенно научиться уважать его волю, его «я», выражаясь точнее, родительское влияние должно прекратиться до детского сада. Не обмешательство в раннем возрасте, а затем давление на ребёнка в более позднем периоде может только погубить в нём талант и вызвать сопротивление. И вот как раз в первых главах он рассказывает о том, как часто он наблюдает картину, что над маленьким ребёнком все умиляются, усмехаются, когда он куда-то полез, в мамину сумку, в шкаф, в духовку, в стиральную машину. Все радуются, какой он любознательный, вместо того, чтобы обозначать ребёнку строго-настрого границы дозволенного. А потом уже, после трёх лет, когда у ребёнка уже сформировано 80% главного мозга, уже начинать ослаблять эти границы и давать ребёнку волю и пространство для развития его фантазии, таланта и других каких-то качеств. И вот тут мы как раз приходим ко второму пункту, где Масара и Буку как раз рассказывают о вот этих вот процентах формирования мозга, соотношении, что 80% приблизительно клеток головного мозга формируется к трём годам, но это общедоступная информация из раздела нейробиологии, нейрофизиологии, что об этом пишет Масара и Буку. Период, когда связи между клетками формируются наиболее активно, это период от рождения ребёнка до трёх лет. В это время зарождается примерно 70-80% таких соединений. И по мере того, как они развиваются, возрастают возможности мозга. Уже в первые 6 месяцев после рождения мозг достигает 50% своего взрослого потенциала, а к трём годам 80%. Таким образом, если в первые 3 года не образовалась прочная база, бесполезно учить, как её использовать. Это всё равно, что пытаться достигнуть хороших результатов, работая на плохом компьютере. Третий пункт, особенно важный для тех, кто является противником раннего развития. Масара и Буку рассказывают свою позицию, зачем же нужно раннее развитие. Раннее развитие не ставит цели воспитания гениев. Кстати, я говорила об этом в прошлом видео, как полезно иногда перечитывать, понимать, что ты всё правильно говоришь. Единственная цель раннего развития – дать ребёнку такое образование, чтобы он имел глубокий ум и здоровое тело, сделать его смышлённым и добрым. Это предотвратить появление несчастных детей. Ребёнку дают слушать хорошую музыку, учить играть на скрипке не для того, чтобы вырастить из него выдающегося музыканта. Его учат иностранному языку не для того, чтобы воспитать гениального лингвиста. Главное – развить в ребёнке его безграничные потенциальные возможности, чтобы больше стало радости в его жизни и в мире. Четвёртое, что я выделила – это пункт «взрослые понятия трудно и легко не годятся для детей». Когда мы решаем, что для моего ребёнка это трудно, а это легко, мы ставим себя на его место и не понимаем, что для ребёнка… Я, кстати, говорила об этом видео, о том, как учить ребёнка разговаривать, что для ребёнка одинаково по сложности запомнить слово «бибика» и слово «машина». Не нужно излишне что-то упрощать. Вы ничего не упрощаете этим самым. Нужно изначально называть предметы своими именами. Не нужно решать за ребёнка, что на данный момент в два года ему рано вставать на ролики, на коньки, что в три месяца, в шесть месяцев ему рано учиться плавать, или рано получать какие-то знания, рано слушать Бетховена или Моцарта. Тогда всё, что угодно здесь можно принести в список. Не нужно решать это за вашего ребёнка. Предлагайте, просто предлагайте. И отсюда вытекает пятый пункт, то, что ребёнок запоминает только то, что ему интересно. Ребёнку в возрасте до трёх лет нетрудно выучить то, что его интересует. И вас не должно беспокоить количество энергии и сил, затраченных при этом. Ваш ребёнок слушает по многу раз одни и те же сказки. Он их запоминает. И если вы будете читать невнимательно, то он моментально замечает ошибки. Потому что у ребёнка это вызывает интерес. И вы же не заставляете его это делать. Ребёнок делает и активно слушает только то, что ему реально интересно. Шестым пунктом, и этому уделено достаточно много страниц книги, Масара Ивуку рассказывает о том, как важно ребёнка как можно чаще брать на руки, прижимать. Он высказывается за совместный сон. За то, чтобы родители как можно ближе находились к своим детям в первые годы жизни детей. А также он рассказывает о том, что на самом деле самое ценное, что мы можем дать своим детям, это любовь. Сейчас я вам зачитаю. Ваше отношение к ребёнку уже оказывает на него воздействие. Некоторые матери считают, что должны работать ради ребёнка. Другие считают, что главное накормить его. Самое лучшее воспитание для ребёнка это материнская любовь. Самое главное занятие для родителей это воспитание детей. И тут же он рассуждает о том, что если у вас есть возможность самостоятельно воспитывать своего ребёнка, не перекладывая эти обязательства на какие-то учреждения, либо нянечек, то делайте это. Это просто делайте. В седьмом пункте Масара Ивуку нам говорит, что даже небольшие кратковременные занятия, игра с ребёнком, оказывают уже колоссальное влияние на его развитие, на развитие его мышления, интеллектуальных способностей. Здесь он приводит исследования, которые проводились в Вашингтоне каким-то психологом, доктором Эрл Шефер. Я не знаю, к сожалению, его ничего, кроме вот этого упоминания, в книге я о нём не слышала. Он проводил такое исследование. Взял 30 малышей в возрасте 15 месяцев и 30 малышей в таком же возрасте. И вот с одной группой детей он приходил и просто играл полчаса в день, час в день, в зависимости от того, сколько у него было на это времени. И через год он сравнил результаты. Так вот, дети, с которыми он занимался и проводил какое-то время, оно было незначительным. Они преуспевали. Уровень интеллектуального развития, особенно уровень развития речи у этих детей был явно выше, чем у их сверстников, не участвующих в эксперименте. И вот Масара Ибука нам говорит, а теперь представьте, каких результатов можно добиться в семье, где родители уделяют своим детям гораздо больше внимания и регулярно с ними играют. Восьмое. Здесь Масара Ибука знакомит нас с профессором Сузуки, который разработал методику обучения игре на скрипке для малышей. И он говорит о том, что обучение игре на скрипке развивает способность концентрации внимания. Игра на скрипке развивает черты лидера. Сейчас я вам зачитаю. Конечно, ребенок должен оставаться ребенком, живым и любопытным. Но живость и неусидчивость – это не одно и то же. Последнее качество весьма нежелательного взрослого человека. Тот, кто не способен долго сосредотачиваться на чем-то одном, тратит впустую массу времени и энергии на каждое задание. А тот, кто выработал в себе высокую степень концентрации внимания, что как раз они делают на занятиях музыкой, обладает огромным преимуществом. Потенциальный лидер всегда остается сосредоточенным на своих мыслях и действиях, даже если вокруг него полно других детей. И здесь же он говорит о том, что ребенок воспитанной мамы, у которой нет музыкального слуха, тоже вырастает без слуха. Поэтому, если у вас уж нет слуха, тогда не пойте ребенку колыбельный, чтобы он это качество от вас не перенимал. Ну и классическая музыка опять. Девятый. Успехи в одном деле дают уверенность в других делах. Для ребенка полезнее пробовать свои силы в разнообразных занятиях с, возможно, более широким кругом предметов, чем сосредотачиваться на чем-то одном. И здесь он говорит о том, как полезно все-таки перебирать различные секции, кружки. Очень часто мы слышим обратно от родителей, что они говорят своим детям, да ты уже куда только не ходил, да мы уже чем только не занимались, тебе ничего не надо, ничего интересного. Нужно перебирать, нужно искать то занятие, в котором ваш ребенок преуспеет. Не бойтесь, ну, походили вы чуть-чуть на футбол, походите на хоккей, на баскетбол, на валютбол. Очень много видов спорта, очень много различных творческих кружков, музыкальных инструментов, всего чего угодно. Если ваш ребенок не зацепился за что-то одно, пробуйте, экспериментируйте, и вы придете к желаемому результату. Десятое. Многие родители невольно подавляют стремление детей к самовыражению. Они навязывают ему свои представления. Держи карандаш вот так, яблоки должны быть красные, рисуй вот так, не рви книжку, не бросай бумагу, не пиши на столе. Не слишком ли много запретов на одного маленького ребенка? И также он говорит о том, что если вы будете принуждать ребенка к творчеству, склонять ребенка к творчеству, но при этом одновременно будете поминутно его останавливать своими указаниями, то вы помешаете развитию его творческих способностей. Затем он, смотрите, говорит очень интересную фразу. Стандартная бумага для рисования – стандартный человек. Когда детям предлагают листы бумаги только стандартного размера, они подсознательно усваивают мысль, что все картинки должны быть только такого размера, и что это то, что от них хотят родители и воспитатели. Я бы давал ребенку огромный лист бумаги, чтобы он ползал по нему, рисуя. Стандартный лист способствует воспитанию стандартного человека, лишенного творчества и достаточной жизнестойкости. И тут он рассказывает, почему во многих странах распространены рулоны для рисования, а не альбомы. Здесь же он говорит и о том, что не нужно настаивать на том, чтобы ребенок использовал игрушки только по назначению. С нашим ограниченным воображением мы, взрослые, считаем, что книжку можно только читать, а из кубиков только строить. Взрослые навязывают ребенку свои представления о том, как и с чем нужно играть. Для малыша игровой материал – это все, что он трогает и видит. Не настаивайте, чтобы он обязательно играл так, как положено, для того, чтобы не отбивать у ребенка желание вообще, в принципе, играть. Одиннадцатый. Очень интересный такой пункт. Правая и левая рука разделись одновременно, и их анатомия одинаковая. Почему же они функционируют по-разному? По-видимому, потому что с детства к ним было разное отношение. Обезьяны не делают различия между правой и левой рукой. Они свободно пользуются обеими руками для еды и игры. Каждый может развить одинаковую правую и левую руку, если начнет это делать в раннем детстве. Я уже говорила, что тренировка пальцев способствует развитию интеллекта. С этой точки зрения не стоит пренебрегать левой рукой. Двенадцатый пункт. У ребенка свое собственное представление о порядке. Ребенок всегда должен находить один и тот же предмет на одном и том же месте. Это оказывает на него положительное воздействие, как и в случае с усвоением других навыков. Любые изменения нарушают представление ребенка о порядке. Мы должны понять, что дети гораздо чувствительнее к изменениям в определенном порядке вещей, чем взрослые. Именно поэтому дети часто любят читать одни и те же книжки, одни и те же сказки, смотреть одни и те же мультфильмы, потому что для них это доказательство того, что все хорошо. Тринадцатый пункт. Игра – это процесс. Для ребенка важен не результат его деятельности, а сам процесс. Мы же взрослые хотим, чтобы каждая работа была доведена до конца. И в этом видим отличие работы от развлечений. И тут же Масара Ибуку рассказывает о том, как часто мы переносим свое отношение и свой взгляд на какие-то вещи, на какой-то процесс, и тем самым портим наших детей. Вот мы разложили перед ребенком кубики, говорим, строй пирамидку. Он поставил один кубик на другой, мы говорим, а давай еще, а он уже все. А вы просто вздумайтесь на минутку, что, а может быть, это и есть его пирамидка, вот она из двух кубиков, но что, она перестала быть от этого башенкой или пирамидкой, ну, там, какую вот цель поставили, да, перед ребенком. Ну, вот его башенка из двух кубиков. Примите это как данные. Зачем вы заставляете там или настаиваете на том, что, ну, нет, ну, какая же это башенка, ты два кубика поставил, ну, вот это его башня. Или там вы говорите, давай поиграем с тобой на пианино. Ребенок пару раз поиграл, но у него процесс завершен. Для него поиграть на пианино – это понажимать несколько клавиш. Это не обязательно что-то часами высиживать за ним. То есть уважайте мнение своего ребенка и его взгляд на тот или иной процесс. Четырнадцатый пункт. Не насилуйте волю малыша. Когда у ребенка возникает желание что-то сделать без всякого принуждения, это и есть идеальный способ обучения. Таланты воспитываются книгами, проощрениями. Родители великих людей не навязывали им книги. Они окружали ими их с детства. Им никогда не говорили, я хочу, чтобы ты стал великим человеком. Им говорили иначе. Я не сомневаюсь, что ты можешь стать великим человеком. Здесь же он говорит о том, что не нужно воспринимать ребенка как собственность. Дети – это не собственность родителей. Вместо того, чтобы планировать будущее своего ребенка, лучше повнимательнее присмотритесь к нему. Долг родителей – предоставлять своему ребенку, возможно, более широкий выбор, чтобы он сам принял решение, кем он хочет стать. Не родители, а сам ребенок – хозяин своего будущего. И последний, пятнадцатый пункт – чтобы воспитать ребенка, сначала воспитайте себя. Мать, которая является первым и главным учителем своего ребенка, должна освоить основы педагогики, чтобы воспитывать ребенка со знанием дела. Тоже он сюда относит это к воспитанию. И сейчас зачитываю. Тебе же хорошо говорить, тебе самой не нужно этого делать. Часто слышим мы это о детей. Дети правы. Приказание – не лучший способ воспитания. Если детям приходится напрягать все силы, в то время как взрослые делают десятую часть или даже половину того, что они могли бы сделать, как родители, то ничего хорошего из этого не выйдет. Родители должны найти способ показать ребенку, что они тоже стараются. Например, делают что-то вместе. Воспитывать ребенка – это значит все время воспитывать и самого себя. И здесь я хочу сказать, что вот Сара Ибука – очень хороший психолог, потому что вот такие вещи, фразы про родительство нельзя помещать в начало книги, потому что я думаю, если бы он с этого начал, и родители открывают книгу и читают там, вы должны начать с себя. Да, там как у Комаровского воспитание детей начинается с воспитания родителей. И родитель такой, ну вот, опять и все, книга закрыта и не прочитана. А вот помещать такие вещи в конце книги, мне кажется, это очень здорово, потому что родитель уже заряженный такой идеей раннего развития, прочитавший несколько воодушевляющих историй, в конце, да, осознает, что нужно, нужно все-таки начинать с себя воспитание и воспитывать так же и себя. Вот я вам прочитала Масара Ибуку в таком кратком, сжатом содержании. Конечно, видео о книгах будут более длительными, это логично, потому что чтение – это такой достаточно трудоемкий процесс. Всем спасибо, кто досмотрел до конца, дослушал. Увидимся в следующих видео. Всего доброго, до свидания.